Привет, ребята, с вами братец Ву. Сегодня мы будем вдвоем с Виллом, который здесь находится, вдвоем в компании тесно играть в игру, которая называется Табаго. Игрушка довольно-таки распространенная, есть на разных языках, в том числе и на русском. Мы будем играть в Балтийское ее издание. Вот здесь видите, какие языки. Вилл почему-то сказал, что там еще испанский есть, но что-то... Нет. Где-то испанский нашел. Нет, почему нет. А, эстонский. Вот видите, все балтийские страны, еще русский язык в том числе. Оригинальная немецкая игрушка. 10 плюс человек. Точнее, 10 плюс возраст, 2-4 человека. Да. Вот. И евро. Евро, да. Собственно, мы играем вдвоем, поэтому здесь в каждой игрушке есть элемент случайности, но вдвоем он очень маленький, поэтому вдвоем выигрывает обычно тот, кто умеет играть. Сам умный. То есть Вилл. Ну, не знаю, не знаю. А четвером, конечно, даже если там человек профи, сыграл 100 матчей, сели четвером, может и вообще проиграть, потому что там, конечно, чем больше людей, тем больше случайностей. Ну, здесь видно, что из себя... Значит, мы сделали карту, она состоит из кусочков, и в принципе каждый раз можно собирать новый кусочек, всего 32 разновидности карты. Случайно собирается или это заточено под разное количество игроков? Нет, случайным образом собирается. И случайным же образом на нем расставляются элементы ландшафта. Это вот... Опиши. Такие хижины, их 4 штуки. Хижины. Все, из дерева сделано тут, нет? Это из дерева. Да, деревянная хижина. Пальма, их 3 штуки. Они случайно расставляются или это по какому-то... Принцип такой, каждый элемент ландшафта должен стоять на элементе поля своем. То есть, если я вот поставил, например, в лес большой, там уже больше ничего нельзя ставить. И между одинаковыми элементами должно быть минимум 4 клетки. Раз, два, три. Вот тут только... О, какая приятная на ощупь фигурка прям... И вот, самое главное, да, скульптуры, они такие то ли гипсовые, то ли... В общем, как камеры, тяжелые. Хорошо сделанные. Один отсутствует. Она стояла... Вот так, она не может. И что они означают, расскажи? Нет, сюда нельзя. Подожди, раз, два, три. Значит, вот так вот. Что они означают, эти фигуры? Сейчас расскажу. Значит, вообще, что такое Табага? Табага – это остров, который реально существует у побережья Америки. И там каждый год рыщет куча людей в поисках пиратских сокровищ. По легенде, которые там зарыты? Ну, якобы зарыты. Не знаю, насколько успешно там рыщут, но почти все перекопано. И мы, в том числе, будем находить пиратские сокровища. Для этого... Но мы, в отличие от них, найдем. Да, найдем. И не одно. Хорошо. Чтобы найти сокровища, во-первых, надо уточнить карту и, в общем-то, найти одно, тот единственный гекс, где оно лежит. Вот у нас изначально мы можем составлять карту четырех сокровищ. Разного цвета сокровища. Разного цвета, да. Для чего? Изначально уже два сокровища определяются. Вот случайным образом верхняя карта вытаскивается. И что это значит? Ну, вот это значит вода. Значит, это сокровище точно находится в озере. Для этого вот уже белые отмечены. Второй находится рядом с лесом. Так как рядом с лесом гексов очень много, пока неизвестно. В общем-то, ход состоит в том, что у нас есть вот шесть карт. Когда играется два человека, карт шесть. Если трое или четверо, все четыре карты. Я так понимаю, может быть, им карты подкладывать? Да, да, да. Ты выбираешь, собственно, в свой ход. Это самое основное, что состоит. Выбираешь карту и начинаешь уточнять. То есть нельзя ходить так, чтобы было какое-то противоречие. Нельзя ходить так, чтобы ты ничего не уточнил. Хотя бы один кубик. То есть если там стоит рядом с лесом, нельзя выложить еще раз рядом с лесом? Да, да. Ты уже должен уточнить рядом с лесом. А где рядом с лесом? Сузить круг поиска. Рядом с лесом и водой, например. И вот когда остается всего один кубик, вот это и есть место. И если написано в воде, то мы не можем положить рядом с водой, да? Да, уже все противоречит. Но можно положить, например, рядом с лесом. Да, да, да. Вот. И когда остается всего один кубик, это и есть там сокровище. Вот его и начнем копать. Вот на каждом карте кладутся вот такие жетончики розоветров, собственно изначально тоже случайно один твой, один мой Когда ты играешь картой, ты уточняешь, если сокровища, кладешь на него розоветров, для чего это делается, это как бы доли в сокровище отмечается То есть, если, например, будет моих четыре и твоих два, значит, твоих четыре части ты вытянешь, четыре карты возьмешь, а я две Хорошо, вот, значит, я тут положил маленькое уточнение, во-первых, тут вот видно, какие пределы ландшафт, то, что обозначает, но у меня есть вот большой Давай, покажи большой, это просто то же самое распечатанное, да? Да, только маленькое То есть, в принципе, тут описано, что и как в реке, не в горах, в общем, достаточно, в общем, игрушка не сложная и наглядная Да, и, собственно, в свой ход, кроме того, что основное действие будешь уточнять, ты еще что можешь? У нас есть вездеход, на который мы будем перемещаться Джип Джип, да, нам надо перед началом игры поставить куда-нибудь этот джип Вот, так что выбираешь, в принципе, любой элемент ландшафта, ну, я, например, сюда поставлю Причем джип может перемещаться даже по воде По воде это в смысле по озерам Вот, кстати, у джипа даже нарисовано что-то непросто Да, да, нельзя только, единственное, он по морю не может перемещаться Ну, по этим озерам они считаются Водоплавающий джип Недостаточно, может, глубокий, поэтому может перемещаться Так вот, в свой ход ты можешь либо сыграть картой, либо переместить джип, но это нужно для того, чтобы собирать сокровища и потом еще будут появляться амулеты И, в принципе, еще в чем состоит твой ход Если ты смотришь на руку и видишь, что ни одна карта тебя не устраивает, ты можешь сменить всю руку Руку по одной нельзя менять, да? Да, всю руку скидываешь, новую набираешь Это тоже и до этого ход закончится А когда закончится колода, все перемешиваются и снова? Это перемешивается Игра заканчивается, когда заканчивается вот эта колода с сокровищами Ясно, все сокровищи разобраны У кого сокровища, мы посчитаем, сколько там монеток, у кого, у кого больше Ну, давай начнем Ну, давай начнем Собственно, что у нас Вот есть в озере, да? Ну, вот, к примеру, очень такое хорошее уточнение В озере, в двух клетках от хижины Вот у нас хижина Да, вижу Вот это подходит, вот это подходит, это подходит Здесь ничего не убирается Зато, вот здесь, вот эта куча убирается, 4 аж Сюда кладется А если клетки перечеркнут, это что значит? Это значит, не рядом Не рядом, ясно, понял Не рядом, оно Не на 2, понял Да, и рядом с хижиной А если я сразу сейчас положу карту, которая однозначно укажет где сокровища? Ну, значит, это хорошо Давай я кладу, я теперь хожу, да? Да, и как только сыграл карту, сразу следующую берешь Всегда на руках 6 карт Кладу вот эту вот карту, и она нам говорит, что Не рядом Не рядом, на 2 клетки И подходит, по сути, только один вот этот вот кубик Ну, значит, вот этот уходит Эти тоже все уходят А остается только один И вот этот Ну, вот молодец Я определил, где сокровищ Теперь ты определил, где сокровищ Теперь его надо поднять Тот, кто впервые до него доедет, собственно, он его и поднимет То есть, что его возможно для тебя определил, наверное? Ну, да, да, потому что я, например, выбирал Болизон у меня был, поскольку это мне достанут 30 сокровища? Да, четверти даже Почему, сейчас покажу Давай Потому что тот, кто поднимает сокровища, он еще свою долю имеет Ага, понял То есть, я выбираю перемещение Да, кстати, как перемещаться на вездеходе Перемещение на вездеходе, ты имеешь 3 шага Шаг что означает? Перемещение по одному типу местности, это шаг То есть, ты, например, отсюда можешь смело сюда приехать Это всего один шаг И шагом Переход Сменом местности То есть, получается, я выбираю двигать вездеход Раз шаг, два шаг, три шаг Я приехал То есть, я подбираю сокровища Теперь 3 части, я имею 1 Да, сюда кладется тому, кто подбирает сокровища И подбор сокровища заканчивает твой ход То есть, если бы у меня, например, был шаг еще на вездеходе переместиться Я бы все равно бы уже все не мог Значит, подобрали сокровища А карты разные там все? Тут перемешаны карты Ну, они разные, то есть, от двух до шести Разные достоинства сокровища От двух до шести Значит, тебе выдается одна Мне выдается три Смотри, можно? Да, это специально для этого и смотрится Ты смотришь, какие карты есть От количества монет, значит, это зависит, сколько богатств этого сокровища Да, да, и назад скидывается Куда скидывается? Сюда, обратно скидывай Погоди, а как это? Нет, ты взял, посмотрел, что там за сокровище Да Скидывается сюда В общий пул Добавляется еще одна случайная карта Это все замешивается Сейчас ты узнаешь, как делятся сокровища Хорошо Замешалось И начинается с того, кто подобрал вот так Выкладывается карта Смотри, двойка Так Чтобы знать, что это Я отказываюсь от двойки, передаю тебе Ты имеешь право либо взять ее, либо отказаться Я передаю тебе Да Ну, я тоже отказываюсь, значит, она скидывается Я не хочу Потому что тут одна лишняя карта И как бы можно от одной отказаться Следующая Шестерка Я забираю себе Следующая Если убирать И забираю Да, теперь Себе Пятерка Берешь Значит, берешь себе пятерку Это скидывается Это открытую? Нет, закрытую Ну и следующие мои Это я беру Это я беру Мне деваться нет Так как я закончил последний дележ Я должен начать новую карту Это я беру И начинаю что-нибудь Я же, скорее всего, сделал неправильно, что определил там сокровище, поскольку оно было к тебе близко Ну, может быть, да Ну, я уточняю, что на пляже Вот, начиная новую карту С красными скобками такими Это что означает? Это большое означает Значит, большое Большое, ну, например, большой лес Тут всегда всего лишь один Тот, который больше гексов Большие горы тоже Вот, например, вот это большой лес Это большие горы Есть здесь еще большой пляж И есть большой Это равнина Вот она Тут как бы карта не складывалась Все равно будет всего один единственный Это значит на пляже, значит, да? Ну, вот смотри Погоди Я забрал сокровище Уточнил Мой ход заканчивается И теперь на побережье Появляются амулеты Они появляются там, куда смотрится статуя А почему Они появились? Потому что мы взяли сокровище После первой сокровище После каждого сокровища, как поделили, появляется амулеты Они появляются там, куда смотрят статуя На берегу озера После этого они все поворачиваются на... Для чего это сделано? Чтобы в следующий раз амулеты уже в следующем будут. А, понял, куда они смотрят. Теперь смотри, можно своим перемещением подбирать амулеты. В отличие от сокровища, которые заканчивают твой ход, подбор амулета заканчивает твой шаг на вездеходе. Зачем нужны амулеты? Очень достаточно крутая штука. Во-первых, здесь есть два проклятия в колоде. Проклятие состоит в том, что если оно вылезло, и все, кто принимает участие в дележке проклятого сокровища, должны скинуть самую свою жирную карту. Либо скинуть амулет, если он на них есть. Понятно, понятно, почему. Плюс амулет еще позволяет взять дополнительный ход. То есть ты можешь, например, сыграть еще карты, переместить еще раз вездеход, сменить руку. Вот тут, в принципе, написано, для чего амулет. Единственное, что нельзя делать, если ты использовал амулет и перемещаешь вездеход, ты уже не можешь поднимать... Вот здесь все в нашей шпаргалочке написано. То есть, если ты использовал амулет для перемещения вездехода, ты не можешь подбирать в другие амулеты. Вот, единственное. То есть только один амулет может быть? Нет. Если ты едешь... Или за один ход не можешь подобрать? Если ты использовал амулет, ну, например, для того, чтобы ехать дальше на джипе, ты не можешь уже подбирать в другие амулеты. А, понял. А своим обычным ходом без амулета ты можешь подбирать хоть там три, хоть четыре. Ну, ясно. Значит, я... Давайте я тебе окажу. Да, твой ход. Я говорю, что не рядом с водопадом. С рекой, да. Поставь свой этот. Это река или водопад именно? Это река. Потому что вот они все реки. Понял. Ну, на пляже не рядом с рекой. Я двигаюсь? А двигаться не могу? Либо карту, либо двигаться? Нет, ты все уже... Это ход стоит. А, понял. Либо-либо, да? Да. Ну, вот смотри, тут вот не рядом с рекой. Вот там. Тут почти много не рядом с рекой. Здесь только два. Нет, не два. Это четыре рядом с рекой был. Вот здесь. И вот там один. Вот на пляже не рядом с рекой. Теперь ты. Так, мой ход. Ну, на самом деле, амулет очень вещь полезная. Хотя бы раз, два, три. Все подобрал. Мой ход на этом закончен. Я тоже беру амулет. Раз, два, сюда. Точнее, раз ход. Один ход. Это один шаг. Еще ты можешь два, три и ехать. Еще могу поехать, да? Да. Я вернусь сюда. Два, три. Это два. Два. Ну, здесь останусь. Ну, здесь оставишься. Вот ты подобрал амулет. Ты, в принципе, либо все закончил ход, либо, например, можешь его использовать, чтобы сыграть карты. Да, закончил. Амулет вещь очень ценная. А как я взял в прошлый раз? Шесть карты все должно вставить, да? Всегда, да. Так, ну, что тут интересного можно? Такого. Ну, вот, давай. Я сыграю тогда не в двух клетках от пальмы. Причем, эта карта, она пальму саму в себя включает. Ну, вот, здесь все прибывает. То есть, еще две. В смысле, почему? Пальма, еще две вокруг, да? Пальма, нет, только не убирается все в двух клетках от пальмы. Ну, вот я убрал все. Причем, если бы сокровище было там, где пальма, вот это... На пальме может быть. На самой пальме может быть. Ходи. Хорошо. Так, теперь я, я выбираю. Убираю я, подойдет. Ну, посмотрим. А вода это всегда не море именно, а... Нет, море ничего не может быть. Это озеро, да. Озеро, понял. Тогда я ставлю карточку, что ни в одной от озера. А ты не можешь, это ничего не исключает. А, да, там две точно, извиняюсь. Ничего не исключает. Я чуть не так посчитал. Все это нельзя. Тогда... Тут еще и помню, что у нас вон два еще не начатых вообще, есть еще вон твое, которое рядом с лесом. Тогда я ставлю карточку, что она у большого леса. То есть, только тебе тритель подходит? Большой лес, да. Большой лес. А это мы тоже уже можем продолжать, да? Не обязательно вот это, то что-то на одну все время увлекаемся. Ну, так ты увлекся. Я, наверное, поеду. Раз, два. По той простой причине, вот так, три. Что слишком уж я в таком месте ничего не достать. Да, точно. Тикс. Я тоже проеду. Раз. Два. Два. Три. Три. Поехали за сокровищами все. Ломанулись. Давай хорошо уточню. Рядом с лесом и рядом с морем. Такого очень мало. Вот это рядом с лесом. Вот это рядом с... Потому что немало. Вот это... Вот это... Вот это... Вот здесь я... Довольно много. Вот здесь я... Вот здесь я... Там, тут, тут и тут. Тут. Все вроде. Тут. А, точно. Достаточно много улик. А там с лесом и рядом с морем, да. Так, теперь я тогда... Упс. Я говорю, что... Говорю я, что... Что, что... А то большой лес у нас вот это тут, да? Вот это большой лес. Ой, большой... Равнина. Равнина называется или как это правильно называется? Ну, да. Ну, посчитай. Это из семи состоит, это из шести, да, а та большая. Причем, карта проклятия, они... Первые двенадцать карт сверху, когда подготавливается эта колода, они точно не проклятия. Вот после двенадцатой... То есть... Так, я говорю, что... Мое сокровище, вот это вот, оно рядом... С равниной. С равниной в одном. Тогда чего? Вот это не подходит. Включается. Это не подходит, это не подходит. Остается у нас... Вот эти вот только. Угу, бери карту, не забывай. А, да, срежу, да. Ну, что, тогда я окончательно уточню. И не на пляже. Остается только одно. Да, вот там, вот в реке, оказывается. А сколько здесь всего максимум карты уточнения может быть? Ну, пока не уточнишь. А, с какой группы, да? Окончательно, да. Хорошо. А, у нас еще вот эта тоже остается, да? Или нет? Нет, нет, это же рядом с равниной оно... Да, рядом не доубрали. Да, незаметно. Такс... А, вот эта еще у нас осталась рядом с равниной. А, не на пляже, все правильно. Когда я уточню про... У нас черненькое, да. Про беленькое сокровище, я уточню, что оно не в одной от хижины. Угу. Видишь, сколько длинное? Да, вижу. Чуть покомпактнее сделать. Оп. Оп, вот так. Ну, давай, я уточню. Новое. А новое можно вкладывать тоже сколько угодно? Да, да. А ну же, четыре сокровища еще нужно. Если у тебя карты видишь, что нет, нечем играть, например. Или не хочешь, может, следующее. Вот так, небольшое. И еще вот там вот. Так, а я то сокровище уточню, что не в одной. А тогда я это уже укажу практически, я не уточню. Это я, пожалуй, не буду делать. В одной, вот так уточню. Хочется свою часть немножко растянуть. Ну, тогда. На большее количество влинг. А потом, как все вскроется, и сразу все карты и кончатся. Так, начнем делить. А если эти фишки кончатся? Слушай, по идее, не должны. Вот так вот. Не, у моря. Не, у моря. Еще две обобряются, да? Да. А, тут же еще самое этот, забыл. Амулетом же можно снять, используя амулет, один из... Улипу, да. Одну из кубиков. То есть, если вот картами не удается уточнить, можно убрать так. Ясно. Поэтому. Так. Хорошо. Так, блин. Уточнять сразу не хочется, ну ладно. Хорошо, я здесь делаю, что оно не у воды. И остается только одно. Так. Спасибо. Ну, давай, поехали. Раз, два, три. Используя амулет. Еще раз перемещаюсь. Раз, два, этот. И отбираю коричневое сокровище. И погнали. У твоих там две, у твоих там три. Это нужно, чтобы ты знал. Ага. Знал, на что рассчитывать. Ну, примерно, да. Ты начинаешь. Ну, давай посмотрим. Первая, четверочка. Откажусь. Беру. Берешь. Ну, значит, снимаешь. Куда карта идет? Карта бита. Твою в себе. Следующая. Двойка. Отказываюсь. Тоже отказываюсь. Ну, скинем. Одну можно. Пятерка. Заберу пятерку. Дальше. Четверка. Заберу четверку. Теперь тебя право выбораю. Угу. Двоечка. Откажусь. Ну, я в последнем, естественно, возьму. Иначе я вообще беседу. А я в троечку беру. Вот. Зря от четверки отказался. Кто? Ты. Почему? Ну, ты последний брал сокровище. Значит, ты уточняешь новое. Хорошо. Пока ты уточняешь, я амулеты расставлю. Уточняю новое, новое. У тебя амулет тоже идти есть, да, нет? Меня? Да. Нету, я же его использовал. Ага, я спрошу. Ох, как там нападало. Я не зря туда приехал. Ну, это точно так. Сейчас что-нибудь выдумаю. Нет, фиг там получится что-то выдумать. Что-нибудь что-то очнить-то. Ну что, мы выбрали почти все 4-5. Осталось две карты, а потом, может быть, проклятие вылезать уже. Очень обидно, когда сделаешь сокровище, такое длинное, все почти твое, и тут проклятие. И все скидывается. Все проклятие. А если я ничего не могу выложить, я могу всю руку поменять, да? Я поменяю всю руку. Меняй, скидываешь, это твой ход. Это весь ход? Да. Ладно. Сходи. Ну, а что я поехал, первый ход забрал, второй ход забрал. А ты можешь вот три амулета взять? Да, за ход можно сколько угодно амулетов. Только одно сокровище забираю. Ага себе. В этом хорошо нападало. Нормально. Ну и... Нет, я погоди, сейчас подумал. Амулетов слишком много, что их беречь-то? А можно хоть продлевать на все три амулета? Могу, хоть три раза подряд походить. Конечно. А на то они и амулеты. Черный. Давай я сделаю так. Еще один амулет из расходов, чтобы переместиться сюда. Еще амулет из расходов, чтобы убрать черноту. Поднимаю черное сокровище. Начинаем делить. Тебе два. Откры. Три. Там, если череп, это значит проклятие. Понял. Тогда. Я вообще у Вилла не питаю особых иллюзий выигрывать в эти игры. Я отдаю. Беру. В эту я игру очень много играл. Во все игры тут играл много. Нет, есть некоторые мало. Еще кто не знает, у нас... Два. Вилл закончил физико-математический. Поэтому его... Я пропускаю. Ну, значит... И вообще в математические игры сложно выиграть. У меня получается выигрывать только в рандомные. Отдаю двойку. Ну, или ты вообще без всего остаешься. Там осталось три карты. Беру, вон что делать. Ну, я забираю четверку, забираю тройку и забираю двойку. Тоже двойка. Так, мне надо... Ты уже солидно по сокровищам меня выигрываешь? Уточнить. Уточнить, уточнить новые черные сокровища. И пускай оно будет банально не на большом пляже пока. Хорошо. Ну, все. А, не все. Амулеты надо опять поставить. Ну, сейчас туда падает. Ну, а тут сейчас мы... Этих амулетах сюда. Этот сюда. И этот поиск далеко нам падает. Так, я пока начну новое сокровище. Значит, в двух от моря. Тут почти весь остров. Так. Где так? И не на равнине. И не на... У нас это... Белое осталось. Все. А я можешь в одном от горы. Кстати, белое тебе очень выгодно закончить. Потому что... Белое? У тебя там... Ага, погоди, я посмотрю, может, мне он сильно подходит. В конце концов, ты можешь взять амулет и использовать его, чтобы отсечь одну белую. Переместиться, забрать, встать на белую. И использовать его, чтобы другую белую отсечь. Вот твой шанс. Будет 4-2 всего. А я амулет действительно возьму. Ну, что я парюсь. Раз. Два. И третьим шагом вставай на белую. Сюда? Ну, на любую, да. Сюда. А теперь амулет можешь сыграть, эту отсечь, и ты сразу поднимаешься и сокровишься. А тебе хороший план. Мне раньше не сказали. Ну, я тебе помогаю. Спасибо большое. Значит, сюда. Ну, видишь, тут у тебя 4. Раз, два, три, четыре. У меня всего-то я. Смотрим. Смотрим сундуки наше сокровище. Кстати, это внутренность сундуков. Сначала мне показалось, что там какая-то палеха расписана. Ну, да, открыл. Да, но это на самом деле, на заднем плане это все сокровище. Это ценность. Сокровище. Ну, да, поднимаю. Размешаю. Самый большой 6, самый маленький 2, да? Шестерок очень мало. Хорошо, так, первое. Тройка. Спускаю до тебя. Конечно, до меня. Ну, давай возьму. Я тут иллюзии не питаю особо. Ты, наверное, проклятие там видел просто. Может быть, может быть. Тройка беру. Может быть. Но то, что взял, уже взял, да? То есть, прокатил, придет, то это все равно останется, да? Второе. Четверка беру. Хорошо, как так подряд идут. Двойка спускаю до тебя. А, я скину. Следующая, пятерка беру. Неплохо на этом сокровище ты нажился. Ну, видишь, когда много долей, как у пиратов. Ха-ха-ха. Тоже, тоже согласовывать. Двойка. Ну, нет. Спускаю до тебя. Ну, да, беру, делать нечего. И последняя тройка беру себе. Значит. Это я наварился. Так наварился. Благодаря виллу, его доброте. Вот. Душевный. Так сказать, хороший ход. Точно. Так. Еще ему лет не остался. Там беленькую, бери, пожалуйста. Тебе уточнять сокровище? Я уточняю сейчас, да? Ты что сделал? А, я уточняю, пусть только сокровище взял. Да, кто последний взял, кто-то и уточняет. Так, ладно. Тогда я начинаю новое сокровище в одном от горы. Перекарп. Угу. Теперь ты. Я проехал накататься. Один, два, забрал три. Все, пока. Окей. Пока все. Я поеду тоже раз, два и три. Все, не будешь как-нибудь? Нет, пока не буду. Так, тут интересно. Интересно. Ну, давай подочнем в Большом озере. Очень маленький вариант. Всего шесть штук. В Большом озере, говоришь, да? В Большом озере. Так, у меня там двух от моря. Я поставил двух от моря, но не в лесу. Это тоже много где, может быть. Двух от моря. Ну, в принципе, сыграю. И не в озере, потому что тут вот вариант один-единственный может быть в озере. Угу. Двух от моря. Двух от моря, не в лесу. И не в озере. И не в озере, да? Тоже дофига где. Все равно дофига еще. Равнины, пляжи. Точно. А я-то ставлю двух от моря, но не в озере. Так, это уже не собирать. И в то же время еще и в Большом лесу. Ну, вот Большой лес. В принципе, можно. В двух от моря, смотри. Ты слишком там разбежался. Не, почему. Это все в двух от моря. Как же в двух? Ну, как вот. Раз, 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 считай. Это же все в двух от моря. А, это же в двух? А, это в пределах двух, да? Понял, я что-то думал, что тебя понял. Здесь он тоже в пределах двух. Да, да. Это уже все не достает. Окей. Ну, что, мой ход. Я знаю, как я прохожу. Опа, да. Вот так вот. Очень шуткая вся шутка. Чисто мое сокровище формируется. Жирненькое. Точно. Точно. А если, а, если ты, например, все сформировал, я возьму, то у меня будет только одна доля, соответственно, да? Да. Так, я надо... Что я буду делать? Так. Сейчас. Коричневое еще не встал. Я сюда уточню, что в одном от озера. Вот вообще. Порезал. И теперь, наверное, я потрачу амулетик. Амулетик я еще забыл взять. Да, давай. Чтобы убрать одну серую. Ну. И потрачу амулетик, чтобы дойти до туда. Ну да, но если проклятие будет, смотри. Ну ничего, я рискну. Давай, рискни. Два амулета я трачу, куда-то у них у тебя укладывается. А вот они здесь. И дохожу до сюда. Раз, два. И там беру последний. Сюда сейчас я еще один. Ну что, у тебя тут раз, два, четыре. А проклятие, наверное, теперь будет. Будет, скорее всего. Вот, их там два. Мне всего один. Я посмотрел. Я замешиваю. Замешиваю. Проклятие останавливает, делешь, да, и все. Все, что не по деле, она скидывается. Первое, четыре, беру. Там проклятие увидел. Второе, четыре, беру. Третье, три спускаю. Вот так, возьму. Шесть, беру. Ох, как жирнота. Там жирнота была, да. Надеюсь, что проклятие не будет. Четыре, соответственно, беру. Да, четыре беру. И шесть, соответственно, беру. Да, скинулось четыре. Тоже неплохо, тоже неплохо наварится. Да. Может, уже тебя догнал пачком. Может быть. Есть такой шанс. Уточняй. Теперь выставляем новое, сейчас, насколько. Пять, шесть. Все, может быть. Главное, что проклятие-то еще не вышли. Угу. Вот что самое обидное. Так. Там нельзя, там уже есть. Я должен уточнять, сейчас двигаться не могу, да, по-любому? Нет, это еще делешь сокровища. Ты должен начать новое. На, новое, понял. А потом, учитывая, что тебе амулетов нет, знаешь. Или в одном от большого пляжа, да, получается? Это в одном от большого пляжа. Да, лучше на большом пляже делай, вот так. Сделай. Все. Да, у тебя все. Ничего. Знаешь, я поближе поставил, прошу. Ну, давай. Окончательно добьем. Где амулет? Скинем, заберем. Ну, блин, чувствуешь, сейчас там проклятие вылезет. Может, сразу два, да. Все мое, блин. Может, сразу два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, оно там наверняка есть. Но проблема в том, что колода кончается. Скоро уже будет ле гранд финаль. Да. А, тут столько жерноты набрал, догоню ли я тебя. Особенно, если выпадут сейчас проклятие сюда оба. Будьте, скорее всего. А если они сейчас сверху лягут, вот именно. Как карканул, так карканул. Ну, скидываю, чтобы проклятие избавиться. Вот и все, собственно. Ужас. Все, да, видишь, все, что выстраивал, все. Это просто ужасно. Тю-тю. Так. Уточняй. Вот, вот. Пожалуйста. Уточняю. В больших годах. Окей. Как раз, вот тот вариант, когда строишь большое сокровище, оно оказается прокляным. А я уточняю вот это вот. Дальше, чем в двух. И остается только одно здесь. Почему? Два. А, еще два точно, да. А, нет, одно здесь еще. Да. Остается. Все. Раз, два, три. Не дойду, да? Нет. Раз, два, три получается. Дойду. Раз, два, три. Беру амулет. Сразу использовать не могу, да? Можешь. Могу? Можешь. Использую сразу иду. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Амулет тоже берется? Да. Потому что один амулет дается, второй берется. И сокровище. Вот это вот мое теперь. Да. Причем. Все мое. Все. Ага заканчивается. Чувствую. И черепов нет, отлично. Да, так они сейчас отсюда добавят, может. А, то есть нужно добавить что-то? Одна-то как-то добавляется случайно, и они оттуда могут... Давай, давай. Добавь, не случайно. Помешай. Помешай. Ну, момент истины. Ага. Хотя есть подозрение, что я по очкам все-таки веду. Двоечка. Не беру. Все три оставшиеся. Сверху раз. Четыре беру. Пять беру. Ох, какие жирные карли. Повезло. Угу. Ну, тут везение такая. Три тоже беру. Все, теперь считаем. Считаем. Девять. 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 Так, ты же играл. Сейчас посчитаем. У меня маловато. Для двоих, чтобы выиграть. Шестьдесят девять. У меня тридцать девять. Ну, партия. Это все благодаря твоей подсказке. Ну. Одной. Зато показали, как играть. Да, ну ничего, отлично. Игрушка недолго. И сыграли-то всего за сорок минут. Ну, в принципе, да. Там и написано. Сорок тире час. Ну, да. Нормально в эту игру, достаточно семейная игра, да? Ну, в принципе, да. Не сложная. В принципе, да. Поэтому казуально для клуба там кого-нибудь, или для... Ну, она как... Не очень... Разминка. ...хардкорных компаний. Да. Самое то. Разминка перед какой-нибудь убойной игрой. Спасибо, что смотрели. С вами был Билл. Братец Ву. Живите долго, процветайте. Пока.